Всем привет! Меня зовут Светлана Самошина. Вы смотрите новый выпуск «Создатели». Сегодня я расскажу вам, как мы снимали наш сериал «Первый класс». Мы поступим! Мы все поступим! В эту школу! Мне кажется, что школа с названием «Культурное наследие» не могла появиться просто ни в каком другом городе. А если серьезно, то я на самом деле очень люблю Петербург. Это мой родной город. И я в целом люблю писать истории про Петербург, про его жителей. Они мне как-то очень близки. Свой предыдущий полнометр я тоже снимала в Петербурге. Следующий проект я тоже пишу под Петербург. Мне просто, ну, на самом деле, как режиссеру очень нравится работать с этой натурой. Мне кажется, прекрасный атмосферный город. Как ни странно, не мешало. И вообще складываются какие-то прекрасные отношения в плане съемочных отношений с этим городом. Было несколько раз, когда скорее не мешало. Нам приходилось просто пережидать дождь. Но обычно это происходило, ну, не знаю, например, вот сцена на кораблике, где артисты все в летней одежде. На самом деле было дико холодно. Вся группа в пуховиках, в шапках. И периодически мы пропускали, просто ждали съемочное время какое-то, пропускали и ждали, пока пройдет дождь. Но это какие-то просто мелочи. А так вот еще сцена, где Юля Хлынина, например, шаверму ест. Это достаточно далеко, и нужно было тащить все оборудование. И дождь просто страшнейший начался вот ровно после того, как мы сказали стоп. Поэтому в целом, мне кажется, что спасибо Петербургу за то, что дал нам спокойно снять. Работалось прекрасно, суперпрофессионально. Я очень, на самом деле, счастлива именно этому ансамблю. Мы достаточно долго делали пробы, и я рада, что именно эти артисты исполнили наших главных героинь. Работалось прекрасно. Суперпрофессиональные думающие актеры. Я их могу назвать, на самом деле, своими соавторами на этом проекте. Я, в целом, очень люблю работать с артистами. Мне кажется, что работа с актером – это, наверное, самая любимая часть моей профессии для меня. Когда я встречаю актеров, с которыми мне интересно работать, я люблю встречаться с ними дальше на съемочной площадке. Я до этого уже работала с Артемом Быстровым, Ростиславом Бершауэром, Стасей Милославской, Анной Шепелевой. И это было огромное счастье снова поработать с ними. Я очень счастлива, на самом деле, каждому актеру, который был в кадре. При этом я очень рада, что, например, какие-то люди, с которыми я тоже работала до этого, как Надя, Лумпова, Ильяда, или они согласились поучаствовать в небольших ролях. Но для меня все равно это очень ценно. И, в целом, каждый актер, мне кажется, здесь принес очень много чего-то важного. Но отдельно хочу, наверное, знакомство с Никитой Ефремовым. Поэтому это огромная радость для меня. Почему именно, когда ты несешь такую пургу, ты такая сексуальная? И, наверное, мои самые любимые персонажи в сериале – это Вика, которую исполнила Елена Лядова, и директор, которого исполнил Михаил Тройник. Это было чистое счастье, соавторство, и я получила огромное удовольствие от работы с этими артистами. Слушай, а ты точно справишься? Или мне кого из комитета себе представить? Вик, что может быть проще? Кучки рафинированных питерских мамаш и их полонных деток, которых они считают... Ну, раз петербургский мамаш тебе не угроза, тогда скромный подарок самому сексуальному директору школы. Я очень давно мечтала поработать с Еленой Лядовой, а с Мишей Тройником... Он сейчас учится в Московской школе нового кино на режиссуру тоже, мне кажется, которую я закончила. И это какое-то отдельное, мне кажется, актерско-режиссерское совпадение, что очень общий язык оказался с артистом в целом. Но я благодарна всем, кто снялся в этом сериале, очень. Очень люблю импровизацию в заданных рамках, а иногда и не в заданных. И очень ценю актеров, которые ее тоже любят и умеют с ней работать. Мне кажется, что импровизация очень добавляет какого-то живого существования всегда в актерскую игру. Мне кажется, что это сильно собирательный образ, конечно же. Но, мне кажется, я других женщин не встречала, если честно, в своей жизни. И, в целом, я обычно работаю с женскими персонажами главными. И мне это очень интересно. И, на самом деле, во многом интересно вот за счет этого качества, какое-то, как бы это назвать, целеустремленность на грани содержимости. Тань! Таня! Каблуки, Тань! Девочки, вы... Вы не понимаете, я не могу дать взятку. Ну, их было какое-то количество. Но, мне кажется, что вот смена, когда... смена линейки, где происходит паника около школы, огромное количество детей, которых просто было не удержать на месте, все артисты в кадре, адская жара, все в осенних костюмах, и каскадерский трюк с паникой. И, мне кажется, я эту смену не забуду никогда в своей жизни. Это абсолютно собирательный образ, но мне кажется, что мы ее немножко гипертрофировали и наделили, в целом, всеми как бы качествами, о которых мечтает каждый родитель в идеальной школе. Но такой школы существовать не может. Мама, моя школа будет в настоящем дворце? Конечно, в самом сердце Северной столицы. А меня там научат волшебству? Лучшие учителя с помощью передовых технологий научат тебя быть умным и успешным. Я найду настоящих друзей? Да, это будут дети из самых влиятельных семей города. А общаться вы сможете на трех языках. Я, честно говоря, не знаю. Потому что я как-то как общее целое на него смотрю и очень долго его делала. Не знаю, мне нравится... Я почему-то искренне не люблю сцену, где Марина Васильева, Таня, соответственно, поет в баре. В этот момент вешается директор. Мне кажется, что вот в этой песне есть какая-то суть характера Тани. И еще на этапе сценария я почему-то очень всегда любила сцену, где Лена Лядова просит помочь директора ей после того, как она пьяная, ей плохо. И просит его быть своей горой. Вернее, он говорит ей, что я твоя гора. Она называет его ты моя заваленка. И вот мне почему-то кажется, что в этом суть их отношений. Я люблю эту сцену очень. Мы сначала эту историю писали год. Потом я как режиссер ее делала год. И, честно говоря, мне эти три героини, я их всех очень люблю. И они мне как родные просто стали за эти два года. Но, наверное, я Лену понимаю чуть-чуть меньше, чем Аню и Таню. Аня и Таня очень мне близки. Проблема, во-первых, проблема того, что мы проецируем понятие об успехе на собственных детей. Наши понятия. Не узнавая, что на самом деле хотят наши дети. Но и глобально, в целом, когда мне предложили писать эту историю, я очень хотела в этот момент написать что-то про успех. И мне кажется, что глобально это то, что мы как бы заменяем... Глобально это то, что мы заменяем то, что на самом деле мы хотим, погоней за успехом, навязанной нам обществом. Вот, наверное, так. Это всегда самый сложный вопрос. Может быть, чтобы не повторять ошибки нашей героинь. А еще я надеюсь, что они прекрасно проведут время. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Смотрите наш сериал «Первый класс. Наиви».